Галков Виктор Иванович В марксизме и ленизме есть основополагающие фундаментальные понятия, например, как общественно-экономическая формация, базис, надстройка. Я уверен, что все присутствующие, всем присутствующим знакомы они. Вот как их понимали, совсем недавно, где-то 20-30 назад в СССР, я вспоминаю курс исторического материализма в университете, на профильном факультете. Вот на большой доске преподаватель рисовал мелом, внизу большой прямоугодник. Это базис, то есть господствующий способ производства, экономические отношения. На нем другой прямоугольник, почему-то всегда поменьше, надстройка, политическая, идеологическая. Ну и в лучшем случае говорили, что базис является определяющим, это тоже одно из основополагающих положений марксизма. Экономические и производственные отношения определяют всю сферу надстройки. Ну а дальше что? Вот как мы можем представить, как они взаимодействуют между собой? Мне сразу на ум приходит детская игра в кубики. Вот один кубик положили, другой не понравился. Давайте уберем, поставим другой. Или строительная терминология, ну надстройка. Построили здание, вот и базис, а на нем надстройка. Ну настройку можно же снять, поставить новую. То есть вот такое достаточно вульгарное, примитивное понимание, весьма далекое от жизни. А как на самом деле? Ну а наиболее точное, так сказать, жизнь у нас отражает диалектика. И вот соотношение базисо-настройки, если мы обратимся к науке логики Гегеля, это соотношение основания и основанного. Вот у Гегеля есть такая замечательная мысль, что вот как содержание взаимоотношений, да? Основание основное. А содержание в том, что оно есть тождество основания с самим собой в обоснованном. Обоснованного в основании. Ну вот такая хитрая формулировка. Долго нужно вникать, понимать, не раз обращаться. Но в любом случае первая мысль напрашивается, что они вот так не разделены между собой. Нельзя их разрывать, как разрывали. И вот Владимир Ильич Ленин, как действительно знаток диалектики, это блестяще именило. И в теории на практике. Давайте мысленно перенесемся. 21-й год, еще вот гражданская война. 1921-й год. Конечно, да. Назад. Еще гражданская война, где-то на окраинах идет. Рабочий класс России приступил к строительству нового социалистического общества. И вот там всякие элементы, типа Троцкого, Бухарина, развернули дискуссии. 50-й СС-партии. Это известная дискуссия о профсоюзах, что Владимир Ильич Ленин был выложен дважды писать статьи. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте, об ошибках товарищей Троцкого и Бухарина. И там, в этой работе, есть раздел, глава, называется «Экономика и политика». Вот как понимал или пытался преподнести соотношение экономики и политика базис и настройки Троцкий. А он разделял их. Топорно убил, здесь базис, здесь настройки. Бухарин тот похитрее был. Он говорит, ну, надо учитывать и то, и другое. На что Ильин говорил, ну, это сплошная эклектика. А как соотносится на самом деле? Вот у Гегеля вот так, сложная формулировка. А если более по-простому, через классы. То есть рабочий класс берет политическую власть, это сфера надстройки. А сам класс это понятие какое? Экономическое, базисное. То есть рабочий класс берет власть и затем при помощи власти диктатуры пролетариата осуществляет преобразование в экономике. Здесь мы тоже сталкиваемся с практическим применением другой замечательной идеи Гегеля. Это абсолютная идея. Передовой класс познает идею коммунизма и строит новое общество. Ну, скажем, буржуазии было гораздо легче в эпоху феодализма. Потому что буржуазные экономические отношения, они складывались при феодализме. Буржуазии нужно было только взять власть и, скажем так, все эти пережитки феодализма убрать в сторону и дать зеленый свет развитию капиталистических отношений. А новые коммунистические отношения не возревают в условиях капитализма. И рабочий класс не может их взять. Ну, за исключение наиболее развитых форм. Их надо строить. То есть вот он познает идею коммунизма и строит. То есть получается вот такое взаимоотношение. И у Ленина в этой работе есть фразы, ставшие крылатыми. Владимир Ильич пишет, ну, безусловно, самая первая, так сказать, мысль, что Байс определяет настройку. И политика есть концентрировано выражение экономики. Все это, наверное, помните. Но в то же время он говорит, что политика не может не иметь, вот в эпоху диптатуры пролетариата, политика не может не иметь первенства по отношению к экономике. То рабочий класс, если он не поставит правильную политическую задачу, то есть поставит правильную задачу, он не решит ни политической задачи, ни экономической. Ну вот, Ленинская позиция победила. Социализм, как мы знаем, в нашей стране был построен. И вот что у нас получилось? Государство, диктатуру пролетариата, рабочий класс создал новую социалистическую экономику. А какая она по своему характеру? Непосредственно общественное производство. То есть форма производства, которая диаметрально противоположная товарному, то есть которая непосредственно идет и осуществляется в общественных интересах. И реализуется цель социалистического производства. Уничтожение классов или обеспечение полного благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества. А что пошло с тем, что мы получили дальше? Ну вот пришел конец 50-х, начало 60-х годов. Вот уходит ревизионис Хрущев со своим подельником на трибуне и заявляет. Ну и диктатура пролетариата, наверное, это хорошее дело. Ну вот она выполнила свою историческую роль, свою историческую миссию, и надо ее убрать. На ее место поставим некое общенародное государство. Вот видите, сразу вспоминается эта игра в кубики. Вот якобы там базис социалистическая, коммунистическая производство, а на нем надстройка. Вот давайте мы диктатуру пролетариата уберем, а на ее место поставим общенародное государство. Ну, во-первых, мы хорошо знаем, что либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Поэтому если убрать диктатуру пролетариата, то получится диктатура буржуазии. И во-вторых, это же не кубики, они вот так связаны. Поэтому диктатура буржуазии соответствует товарно-какталистическое хозяйству. И, как говорится, получается, что поставлена задача политическая, соответственно, новый класс, или, скажем, государство диктатуру буржуазии, будет уничтожать непосредственно общественную экономику и создавать товарную. Что и получилось. Начался переходный период, и 30 лет, вот, в результате, так сказать, контрреволюции мы имеем на сегодня капиталистическую, общественно-экономическую формацию. То есть у нас все эти присоответствия. Базис у нас капиталистический, товарное производство, настройка тоже буржуазная. То есть вот этот опыт мы, конечно, должны и венецкие идеи учитывать в дальнейшем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ